ну всем доброго времени суток находимся мы в нашем городке калат муль вот таким способом люди подготавливаются 31 октября это они называют день мертвых на самом деле это хэллоуин вот они тут какие-то делают своеобразные могилки такие праздничные а вот веселенькие ну судя по всему какие-то такие как бы детские могилки но не важно вот тыквы у них лежат на хэллоуин вот какие-то цветы какие-то домики ну понятное дело какие-то страшилки вот я это показываю как тут народ развлекается а вот но в принципе опять таки по просьбе даже инглора я думаю всем остальным было будет интересно каким способом мы попали в мексику вот мы супруга жили в разных странах я в канаде она в камбодже ну то есть я в камбодже и убрал из украины для того что потому что украина россия это стороны 15 мира даже не 3 вот и она прожила камбодже больше четырех лет а я в канаде прожил восемь с половиной лет и того мы в разлуке были восемь с половиной лет если так вместе вот у нас был выбор какую страну поехать то есть мы выбирали между филиппинами белизом и мексикой значит филиппины тогда на тот период пока мы там собирались от закрыли наглуха второе что мне филиппинах не понравилось это что то что нельзя до натурализоваться и купить землю в частную собственность вообще недвижимость честно вроде кондо можно но это тоже такое условная частная собственность вот почему мы решили изучить еще дальше вопрос значит с белизом не сложилось там может как бы некая лоэр шарил лоэры но в общем не важно адвокаты именно иммиграционный белиза ну вот мне больше почти год пропарила мозги взяла кучу денег ничего не сделала зовут ее джанин не помню фамилию потому что в белиз нужно такая виза как ну наверное сложнее чем шенген вот и тут мне повезло девушка с которой мы давно знакомы были еще по украине она переехала сначала в мексику потом к маме в америку но она дала прямые контакты и говорит а вот смотри здесь может человек купить землю в частную собственность здесь ты получаешь перманента резидента за неделю а вот ну за определенное естественно вознаграждение а вот и мы таким способом ну да это может быть ангел-хранитель может кто-то там помог я не знаю и таким способом моя супруга прилетела сюда в мексику из камбоджи через они летели через сеул там со своей как бы знакомый летели вдвоем я просто не хотел чтобы тела на 1 вот я оплатил двоих тогда это же ее подруги тоже резидента перманента я купил а вот значит ну скажем показатель на то что моя супруга меня немного младше вот на 32 года мне сейчас 60 я сейчас вот 28 исполнилось в октябре месяц соответственно это где-то показатель по той простой причине что мы да конечно мы связывались каждый день но по телефону там по ватсапу неважно видеосвязь но это 8 с половиной лет продолжалось в конце концов меня задрала это канада внукам больше жить было относительно не сложно но тоже как бы это же на расстоянии поэтому мы вот благодаря опять таки вот этой вот наши хорошие знакомые оказались в мексике вот и о чем я очень не жалею потому что белиз нас не пускал лока что я там не платил этой лоши что какие там концы не находил то есть нельзя было получить вот никому туда визу какой-то дурдом но я думаю что скорее всего не пустили христили потому что когда мы уже приехали в мексику и начали обсуждать люди многие тоже собирались белиз но остановились на мексике начали обсуждать почему же все-таки до белиза никто не добрался по той простой причине что первое но там другая ментальность как бы его потолерантнее сказать там живут в основном население местные афробилисты дан язык там английский это легче вот но в силу того что это как бы публика совершенно отличается другой то и та же преступность там развита она так а не то чтобы постоянно где-то кто-то чего-то но жалобили студии что покупали там раньше а потом бывало что и мало того не знаю откуда но это женщина находится отшибе и какие-то бывали налеты очень неприятный вот этих афро белиз вот ну то есть то что неожиданно было то есть ну вот это первое второе там ну довольно дикая сторона плане что инфраструктуры практически нет но немного американцев живут на островах но это же опять-таки у нас не эта задача стояла же мы хотели купить там землю земли в белизе дороже чем здесь вот ну что еще рассказать ну в общем то благодаря обстоятельствам а да и я конечно же собирал контейнер всякого барахла наберись потому что предупредили что никакого ну там практически не нельзя ничего купить связи с тем что ну страна маленькая мало развитая хотя она именно они являются подданными когда тогда являлись королевы великобритании то есть это британская колония в общем когда мы приехали сюда то есть встретили много народу которые собирались в белиз вот а остановились все-таки на мексике потому что здесь действительно проживание комфортно ну вот это такая история нашего попадания сюда ну нам благо повезло нам сразу отдали ну как наша знакомая она уже здесь имела наработки нам сразу отдали эти наработки прямые с мексиканцами по поводу резидента перманента потому что тут есть посредники они там две цены ставят на это резидента перманента делают медленно и все равно через наш канал вот они себя конечно позиционируют там по-моему русский конконы что такое фейсбуке но короче дело каждого но нам сказали ты туда ходи сюда не ходи с их башка попадется все мертвый будешь поэтому мы обратились прямо туда куда пошли по референсу сделали аж говорю нам всем практически меня за 8 дней правда сделали это резидента перманента супруги там и там остальным тоже пятью человеком сразу сделали но им получилось за семьи ну вот такая вот короче история нашего здесь ну пребывание или попадание или так далее ну а дальше уже по накатанное понятно был получив это мы уже развязанные руки дальше как-то так получилось с софией значит познакомились она нам до конца довела все что касательно покупки земли до нотариуса мы получили так называемую искритуру то есть право на собственность на частную этой земли ну а остальное я по-моему рассказывал что дальше уже полностью развязаны руки делай что хочешь на этой земле взрывай вот то что мы делаем потом буду показывать для сенота эти взрывы еще дополнительно потом скажи на любые дела и строить все что хочешь без всякого согласования ну и так далее то есть и два года прожив здесь вот у меня осталось совсем немного я получу мексиканский паспорт до украинский паспорт он дает без виз в европу но мексиканский паспорт дает без виз на три месяца в канаду упрощенное визовое получение в америку вот европа само собой ну и другие страны тоже которые ну для украинского паспорта как бы мало доступны вот примерно так я понимаю что это просто такие условия игры потому что как-то даже в канаде я общался с людьми евро ну вот какая разница какой у тебя в кармане лежит документ вот ты же ходишь на ту же работу рядом работал строителем плиточником вот я кстати конкурентоспособный потому что ну я считался хорошим в канаде а вот по отношению канадца вот я хожу в тот же в те же магазин покупают ту же еду значит так же само как и люди с канадским паспортом чем я от них отличаясь на этот вопрос не пограничники не миграционная сумма естественно ответить не смогла вот ну короче в мексике мы нашли его таким способом себя ну пока я наверное основное по просьбе скажем инвара и так далее рассказал нашу историю ну таких историй много которые действительно собирались поехать в белиз но решили что все-таки нужно бросить бросать якоря здесь на том край ну а вот этой хлопки это тоже они готовятся к этому халуин это не петарды взрывают вот то что слышны на заднем плане ну так а потом они тут оденутся в какую-то красивую одежду придут там что-то будут делать не знаю в общем пока что это у них идет такая подготовка